приветствую участников моих встреч и всех зрителей и сейчас мы встречаемся на весьма необычной улице которая находится в районе покровской свежнего но вообще фактически это район тушина здесь когда-то был и город тушина на этих землях вот с давних времен но и заодно в 1360 году город ушно вошел состав москвы но при районировании в 1391 году в общем-то подходили деление район довольно не строго и поэтому сейчас в общем-то иногда даже земли которые когда-то лежали так сказать какому-то ну городу или там поселку который был там до когда еще здесь было подмосковье далее какой-то древности они иногда соответственно отдали соответственно соседний район до этих с этим район потому что административное деление вы делали в принципе больше в большей степени с другими целями не с краеведческими да и не с целью там показать так сказать что-то было раньше что-то позже какие-то селения раньше находились ведь эта цель была второстепенная главное было просто ну скажем так административно разбить распланировать город и поэтому в принципе здесь вот такими нюансами да или какими-то там исторической правдивостью часто до при разметке района часто ну или пренебрегали или скажем относились недовольны так свободно и не были вот ну как бы там ни было раз эта улица относится к району покровская стрешнего особенность этой улицы даже может быть практически уникальность другой такой улицы в москве нету а заключается в том что эта улица находится фактически таком почти закрытым анклав может полузакрытым да с единственным как и связи с волоколамское шоссе улица отходит от волоколамского шоссе и далее проходит вдоль каналы не москвы и соответственно доходит до средних ворот шлюза номер восемь на канале не москвы и там заканчивается то есть дело это даже не улица скорее тупик ну а если уж и говорить об улице то конечно улица она я явно тупиковый и ну тупиковых улиц в москве довольно много но особенность это улица является том то она со всех сторон окружена разными транспортными магистралями и единственные возможности не попасть это только от волоколамского шоссе больше никак причем такое довольно узкое горлышко от этого волоколамского шоссе начинается-то дорога и собственно все а дальше есть волоколамское шоссе и причем такая очень сложная и протяженная большая транспортно-развязка этого волоколамского шоссе, соответственно, там с трамваями, которые идут от улицы Свободы, и с каналом имени Москвы, который по верху проходит, и, соответственно, есть, как говорится, трудно даже к этой улице подобраться. Самый лучший способ, это на трамвай шестом, соответственно, выйти на основку на луне Москвы. Это лучший способ туда попасть, ну, я имею в виду пешком, ну, на машине можно от Вулкановского шоссе проехать. Вот, дальше, соответственно, здесь Вулкановское шоссе, с одной стороны, да, соответственно, с другой стороны идет канал имени Москвы, запретная зона, да, никаким видом не подберешься, тело огорожено, колючая проволока, строгие, так сказать, предупреждения, а с третьей стороны железная дорога, то есть за этой улицей находится железная дорога, рижского направления, и получается, так сказать, вот, зажатость улицы, да, со всех практически сторон, то есть железная дорога, здесь вот эта развязка, и здесь канал Москвы. Так вот, практически закрыт анклав, и вот в таком, так сказать, небольшом пространстве, довольно местном, проходит вот эта небольшая улица, довольно такая, можно сказать, уникальная, одна из очень интересных улиц Москвы, и проходит она, собственно говоря, вдоль шлюза номер 8 канала имени Москвы, а точнее, от верхних ворот шлюза до средних, ну, а, соответственно, нижние ворота, они уже находятся за пределами этой улицы. Движение здесь, хотя и двухстороннее автотранспорта, но, по сути дела, оно идет в одной полосе, потому что улица очень узенькая, ну, тогда, когда она создавалась, да, еще в районе в городе Тушино, вот, когда представительство этого канала имени Москвы, то, по сути дела, конечно, машин-то столько не было, все были свои, народу было не так много, и поэтому, естественно, вполне хватало и такого пространства. Ну, а когда уже, так сказать, сейчас там все разрослось, хотя, в принципе, на этой улице не очень-то все разрослось, но, конечно, машин стало побольше, но, по сути дела, домов-то новых, конечно, не построили, да и вряд ли уже тут можно кто-либо построить, не знаю, сложно, конечно, ну, может и построить. Ну, как бы там ни было, конечно, уже сейчас движение здесь несколько выросло, но проезжая часть осталась довольно узкой. Вот. А длина этой улицы составляет около 500 метров. Такого-то. Некоторая стесненность этой улицы, да, и, ну, по сути дела, почему так было сделано? Потому что эта улица, она, по сути, была для своих. Для своих, то есть здесь жили водню. Вот улица, собственно, она оснащила в городе Тушино, и название она сохранила в 3060 году, так же, да, когда Тушино вошло в состав Москвы, и, то есть здесь жили люди, обслуживая вот этот канал имени Москвы. Воду, да, то есть вот эту водную гладь, да, в убоднике те люди, которые были связаны с каналом имени Москвы. То есть, шлюзом вот этом номер восемь, который был построен, ну, и не только, собственно говоря, и вообще каналом, может, и другие сооружения, там, ниже или выше по течению. То есть здесь жили люди, которые вот этот канал обслуживали. И поэтому они, естественно, друг друга, в общем-то, тогда знали. Ну, в основном, да, то есть и дружили семьями, то есть все было, как бы, все общее, ну, что вместе на работу ходили, да, поэтому дома строили, естественно, они, в основном, были небольшие тогда, двух, там, трех, четырехэтажные, маленькие, которые до сих пор сохранились частично. Вот, и поэтому, естественно, что, собственно говоря, чужаков здесь почти не было. Да надо сказать, что и сейчас их почти не было. То есть вот себя даже, вот я, например, когда тут был, да, я психологически это даже несколько дали такое положение улиц, то есть чувствую, что ты, как бы, чужак, да, что, как будто бы вдруг ощутился в каком-то незнакомом месте, где все чужое, все не твое, как бы, есть люди, которые, да, канал тут проходит, и туда, и вот, люди какие-то вот совершенно, так сказать, ну, скажем, какие-то далекие от тебя, которые тоже отказал, зайдясь своим делом и так далее. Ну, вот, так что, в общем-то, это и понятно. Поэтому она улица, она как была, в общем-то, для своих, так она, по сути, дело, сейчас во многом и остается. Ну, не считая начала улиц, там, где сейчас троллит этот бизнес-центр, ну, да, там, конечно, приезжает вот и чужаков полно, в основном, да. Ну, вот, все, что здесь есть, это, соответственно, жилищно-социальная организация, в том, жилые дома и, соответственно, шлют, который проходит с левой стороны, от начала до конца улицы, здесь слева, на всем протяжении этой улицы, естественно, который уже за колючую проволоку, с забором, вот, туда, это режимный объект. Жилые дома здесь 2, 3, 4, 5 этажей, 30-х, 70-х годов постройки, ну, соответственно, 5-ти этажка, это уже 70-х годов постройки, ну, чем более старый дом, тем он, так сказать, тем он, соответственно, меньше этажей. Двухэтажный, это уже 30-х годов, там один дом. Начинается эта улица с управления, создания управления канала имени Москвы, как раз, такое помбездное здание, на углу с Волкаунским шоссе находится, хорошо, от Волкаунки видно под номером 1, 3-х этажное здание, в 139-м году постройки. Ну, у нас, конечно, это здание, оно служит больше 240 гидротехнических объектов, собственно говоря, в стране, вот, ну, и сейчас, что касается и канала Москвы, около 4-х тысяч километров вообще водных путей. Ну, не только канал Москвы, но в основном, конечно, канал Москвы и все, что связано с ним. Канал Москвы-то большой. Дальше, это, собственно говоря, раньше назывался канал Москва-Волга, вот, он большой, и, соответственно, не только этот отрезок, который на этой улице находится, а, соответственно, видите, больше 240 гидротехнических сооружений. Дальше, там, в нескольких стороне дороги, вот, справа находится как раз бизнес-парк «Водники» называется, ну, по улице назван, под номером два, и там находятся восемь зданий, которые были, в общем-то, частично построены, частично реконструированы в 2006 году. Вот некий бизнес-парк на огороженной территории, туда объездов вот только по пропускам, естественно, рядом находится парковка для сотрудников, ну, и там, вот, несколько, соответственно, зданий, как я говорил, восемь, да, соответственно, современно отделанных, и там находятся разные офисы разных компаний. Ну, часть зданий там, в общем-то, еще осталось с конца 19-го века даже, начало 20-го, но они были, соответственно, полностью переоборудованы, ну, по сути дела, в общем-то, построены заново во многом, да, вот, уже на базильные здания, именно под номером-то бизнес-цены. Ну, а дальше у нас, соответственно, уже вдоль улиц идут дома, кстати, тут рядом с началом улице находится один из дотов на этой улице, где был один из рубежей обороны Москвы в 1441 году, долговременно гневая точка. Вот, можно видеть прямо около дома, ее почистили, красивый вид. Ну, и дальше идут жилые дома, соответственно, с ее стороны пятиэтажка под номером 1374-го года постройки, трехэтажный дом под номером 5, и чуть за ним находится двухэтажный дом под номером 9, самый старый, 137-го года постройки, самый старый, сохранившийся на этой улице. Ну, а напротив находится где внутренний дел по району Покровской Стрешников. Это, в общем, самое такое крутое, самое современное здание. На этой улице под номером 10 трехэтажное здание современно, потому что остальные дома, они довольно старые, но это здание для милиции, но сейчас полиции, было построено, в общем, довольно недавно. Оно выделяется среди окружающих, такой довольно старый застрой. Дальше по левой стороне еще идет четырехэтажный дом под номером 7, то есть 161-го года постройки. Ну, а по правой стороне трехэтажный дом, и за ним два четырехэтажного дома под номером 18 и 20. Ну, и дальше уже, соответственно, идет шлюз, технические помещения шлюза под номером 11, там вход запрещен, такие строгие объявления дают, что даже ничего там не снимать нельзя, ничего не делать, никакую съемку не проникать, то есть все очень строго, все конкретно. Ну, и, естественно, там сидит оттушит персонал этого шлюза, ну, и разные технические помещения. А напротив него находится речная, и, собственно, здесь вот улица заканчивается, напротив находится речная судоходная инспекция московского бассейна, трехэтажное здание под номером 16 и 152-го года постройки. Ну, и дальше идут гаражи перед железной дорогой, а дальше идет такая высокая насыпь, и по этой насыпи вот над каналом Москвы находит железная дорога реческого направления на перегоне Покровской, Трешнево, Тушино. Ну, естественно, забраться на нее очень сложно. В принципе, конечно, можно, некоторые так делают, но я бы не советовал. Во-первых, все за гаражами надо пройти, там грязь и собаки, ну, в общем. А потом, конечно, смысла в этом нет, и при том это очень опасно. Там поезда ездят, ну, можно там почитать, конечно, бывали очень неприятные случаи именно как раз в этих местах около этого проезда, потому что там такая пересеченная местность, там электрички поворачивают, как раз мост еще идет, да, вот он для пешеходов не предназначен только железнодорожным. Ну, и, соответственно, конечно, человек, который попадает на железнь, он находится в очень тяжелом положении, потому что у него фактически трудно за что-то либо зацепиться, или куда-то скрыться, спрятаться очень сложно. Ну, вот. Ну, и, соответственно, говоря, за железной дорогой там еще находится, протекает речка Кимка, и там небольшой такой зеленый массив, который иногда парком называют, ну, в общем, конечно, парком трудно назвать. Ну, и в нем, в таком зеленом массиве неухоженно находится производственная база СМУ-5, СМУ-5, МОС Метростроя и электроподстанция метро под номером 16. Ну, и, соответственно, это подстанция фиолетовую ветку метро. Вот такая улица. Я бы, честно говоря, по совету сюда приехать. Улица довольно необычная, она вся покрыта зеленью, сплошной. Здесь зеленый покров над нами расстилается, когда мы идем по этой улице. Вот. Много старых домов, и надо сказать, что практически все дома тут снесут. По программе «Реновация», там, кстати, трех-, четырех-, пятиэтажные дома вроде все снесут. Но, по-моему, там, кстати, двухэтажный дом и еще там один дом, по-моему, трехэтажный, они почему-то не попали. То есть все дома снесут, живые дома, да, все живые дома снесут, кроме двух. И причем вот этот самый старый дом двухэтажный 1337 года построить, он почему-то не попал под снос. Но это несколько странно. Мне кажется, что его все снесут. Ну, будем смотреть. По крайней мере, пока вот такие планы. А доехать сюда, единственный вариант, это, в общем, только на трамвай номер шесть, который едет вот метро «Сокол», или, соответственно, Сходнинская можно доехать с фиолетовой ветки, и дальше вот, соответственно, уже до остановки канал имени Москвы. Походим на остановки и тут же начинается вот это. Вот. Ну, лучше не «Отсокол», ну да, можно «Отсокол». «Отсокол» или «Отсокол». Приятных прогулок, когда у нас есть. Молодцы.